Сегодняшняя тема. Медицинскими кадрами в стране свидетельствует, что меры, предпринятые по ее искоренению отечественным Минздравом, оказались не слишком эффективны. Напомним, в результате реформирования системы медицинского образования в стране студентам, окончившим общий курс обучения, разрешили сразу же пойти работать терапевтами, врачами общей практики. А для вновь поступивших в 2011 году интернатуру отменили вообще, оставив ей только подготовку узких специалистов. Наконец, одним из самых претенциозных государственных проектов, призванных простимулировать приток специалистов в село, стали внушительные субсидии, обещанные врачам за переезд в сельскую местность. Этот многообещающий план, который, окажись он действительно реализован, мог и в самом деле обеспечить врачами провинцию, так и завис в своем исполнении. По инициативе Владимира Путина молодые врачи до 35 лет, желающие работать в местных учреждениях здравоохранения, могли получить по миллиону рублей в виде подъемных средств для решения жилищных или иных бытовых проблем. И хотя по прогнозам Минздравсоцразвития, делавшимся в прошлом декабре, с начала года в село должны были переехать 5000-6000 молодых врачей, реально выделенных денег хватает лишь на 1000 специалистов.